Бюджет Олимпийских игр 2020 в Токио оценивали в 2013 году в 7,3 миллиарда долларов, в 2019 году – в 12,6 миллиарда долларов. Однако Национальный аудиторский совет Японии оценил затраты на проведение Олимпиады в 26,3 миллиарда долларов. Во сколько же обойдется Олимпиада 2021 Японии и всему миру, и стоило ли проводить игры во время пандемии коронавируса, когда многие страны остро нуждаются в финансовой и гуманитарной помощи? Начать необходимо с того, что пандемия коронавируса заставила Архкомитет перенести проведение Олимпиады 2020 на 2021 год, что обошлось Архкомитету в 3,3 миллиарда долларов с мета игр превысило 15,9 миллиарда долларов, отмечает британская ВВС. Для сравнения, Олимпиада 2012 в Лондоне стоила 14,9 миллиарда долларов. В 2019 году власть Японии дополнительно выделили на Олимпиаду 9,7 миллиарда долларов, которые не вошли в смету. В частности, мэр Токио Ирика Койко заявила, что город выделит 7,4 миллиарда долларов на подготовку к играм. Таким образом, общий расходы Японии на проведение Олимпиады 2021 составит 28 миллиардов долларов, полагают эксперты. В смету включены также затраты на строительство главного национального стадиона – 1,4 миллиарда долларов. На стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады 2021, а также соревнования по футболу и легкой атлетике. Всего к Олимпиаде 2021 построено 8 спортивных объектов, причем с превышением первоначального бюджета. Так, строительство гимнастического зала обошлось в 200 миллионов долларов, первоначальный бюджет – минус 81 миллион долларов. Олимпийскую деревню, 21 здание, возвели за 2 миллиарда долларов. Между тем проведение соревнований без болельщиков на трибунах и переносы игр могут привести к тому, что экономика Японии потеряет от 6,3 миллиарда долларов до 23 миллиарда долларов, полагают эксперты. Одно только закрытие границ для иностранных болельщиков вычтет из доходов 1,4 миллиарда долларов, а запрет на посещение трибун – минус 1,3 миллиарда долларов. Многие жители Японии протестуют против проведения Олимпиады и считают, что деньги следует направить на борьбу с коронавирусом в стране. Однако отмена игр привела бы к более серьезным потерям для Японии – от 17 миллиардов долларов до 40 миллиардов долларов, отмечают эксперты. При этом страховщики возместили бы лишь 3 миллиарда долларов, Международный Олимпийский комитет, МОК – минус 800 миллионов долларов, Архкомитет – минус 650 миллионов долларов. Япония выбрала меньшее из зол – провести Олимпиаду 2021. Как это обычно случается, более полная статистика по расходам, доходам игр в Токио выйдет через несколько лет. А пока болельщикам предстоит болеть за спортсменов, это лучше, чем болеть коронавирусом.